Вы знаете, планета Юпитер мне... Это не то, что вы думаете. Практически все люди ошибаются в представлениях о Юпитере, потому что почти все, чему вас учили в школе об этой планете, неверно. Это не гигантский шар из газа Юпитер, это жидкая планета. И как будто этого было недостаточно странно, на самом деле это планета из жидкого металла. Под теми знаковыми облаками скрывается одна из глубочайших тайн нашей Солнечной системы. Итак, давайте погрузимся в это. Это первый крупный снимок Юпитера, когда-либо сделанный вблизи. Его сделал космический аппарат НАСА под названием Пионер-11 в 1974 году. А это первая подвижная картинка Юпитера. Это таймлапс изображений Теи, снятых Вояджером-1 по мере его приближения в 1979 году. Проблема с этими наблюдениями в том, что помимо того, что они выглядят по-настоящему впечатляюще, они не дают ответов на вопрос о подлинной природе газового гиганта. Они лишь порождают новые вопросы, например, из чего состоит это небесное тело и как оно стало таким огромным. Фактически, размер Юпитера очень трудно осознать. Он не просто действительно большой, но он тяжелее всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Внутрь него поместилось бы тысяча земель. Чтобы представить масштаб в более доступных терминах, если бы планета Земля была размером с виноградную ягоду, то Юпитер был бы баскетбольным мячом. Наша общая теория о том, как возникла Солнечная система, начинается с большого диска из камня, металла, газа, пыли и прочих материалов, вращавшегося вокруг недавно образовавшегося Солнца. И затем в течение миллионов лет все содержимое этого диска продолжает сталкиваться, склеиваться и образовывать более крупные куски. А когда эти фрагменты становятся еще больше, начинает действовать гравитация и притягивать к себе еще больше вещества. По этой теории Юпитер образовался тогда, когда один из таких фрагментов стал настолько большим, что его гравитация начала захватывать громадные количества газа, циркулировавшего в протопланетном диске, и продолжала делать это в течение миллиардов лет, пока не сформировалась планета, которую мы наблюдаем сегодня. Это имеет смысл, и если это верно, то внутри Юпитера должен находиться очень большой и невероятно плотное ядро из твердой породы и металла. Альтернативная теория просто для забавы заключается в том, что Юпитер на самом деле начал свою жизнь как отдельное гигантское облако газа, находившееся чуть за пределами ранней Солнечной системы. Со временем это облако становилось настолько большим, что в конце концов схлопнулось под действием собственной гравитации и сформировалось в плотный газовый шар. Это почти тот же процесс, по которому формируется звезда. Только для образования звезды требуется гораздо более крупное газовое облако. В этом случае получается просто очень большая планета, которая затем была притянута гравитацией Солнца и вошла в орбиту. Если это было бы правдой, то у Юпитера вообще не было бы ядра в привычном представлении. Он был бы просто большим слоеным тортом из газа. Но теория, которой нас учили в школе, была как раз про большое твердое ядро, захватившее весь газ. И снова. Это выглядит логично. Это разумная гипотеза. Но она также неверна. Наш первый реальный прорыв в понимании Юпитера произошел в середине 1990-х годов. И это одна из тех невероятных совпадений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Но в июле 1995 года планета была поражена кометой. Это необычное событие. Оценивают, что такое столкновение может происходить примерно раз в 6 тысяч лет. Но мы как раз имели возможность увидеть это. И у нас была техника, чтобы наблюдать за происходящим. Комета получила имя Шумейкер-Леви-9. Шумейкер-Леви-9. И это был очень большой фрагмент замерзшей воды и камней, несущейся по Солнечной системе со скоростью 216 тысяч километров в час. Точно сказать, какого размера была комета, сложно, потому что к моменту ее обнаружения мощная гравитация Юпитера уже разорвала объект на несколько десятков кусков. Но крупнейший из этих фрагментов все равно имел диаметр около 2 километров. К этому времени у НАСА уже был в работе новоразвернутый космический телескоп Хаббл, готовый наблюдать последствия удара. Но возникла серьезная проблема. Фрагменты кометы должны были врезаться в дальнюю сторону Юпитера, вне видимости, с Земли. Мы могли бы все пропустить. Но как раз в тот самый момент, когда происходило это событие раз в 6 тысяч лет, у НАСА как раз оказался в пути аппарат, прибывающий к Юпитеру. Это был Галилео, названный в честь первого астронома, изучавшего планету в телескоп. Зонд был запущен в 1989 году с миссией исследовать Юпитер и его спутники. Он должен был прибыть в декабре 1995 года и имел хорошую видимость при приближении, чтобы наблюдать падение кометы. Что он увидел, так это 21 отдельное столкновение в течение 6 дней. При этом крупнейший кусок кометы высвободил энергию, эквивалентную 300 миллионам атомных бомб, сделав это крупнейшим взрывом, когда-либо заснятым камерой. По мере вращения планеты телескоп Хаббл смог увидеть последствия этих ударов. Они действительно оставили после себя большие черные дыры в облачном покрове и подняли мощные столбы, обломков то высотой в тысячи километров, которые висели над Юпитером в течение нескольких месяцев. И вот сюда и приехал аппарат Галилео. Внутренности Юпитера были выброшены в космос. И зонд смог пролететь прямо через них. Это был наш первый взгляд на то, что находится под облачным слоем, на который люди с восхищением смотрели сотни лет. Самое интересное открытие Галилео – это вода. Много воды. Ученые сочли это довольно странным. Достаточно странным, чтобы они начали работу над новой миссией к Юпитеру с аппаратом, специально сконструированным для поиска истинной природы планеты. Эта миссия получила имя Джуно, Джуны. Космический аппарат был запущен в 2011 году и прибыл в 2016 году, чтобы начать раскрывать тайну, скрытую в недрах Юпитера. Итак, когда мы говорим, что все, чему вас учили в школе, неверно, это потому, что настоящую правду мы начали узнавать только в последнее десятилетие. Вот что ваш учитель науки тогда не знал. Юпитер не состоит из газа. Он покрыт большими, толстыми слоями газообразных облаков, которые формируют все эти вихревые кольца и бури. Но эти облака – всего лишь тонкая оболочка поверх гораздо более странных вещей, находящихся внизу. Но начнем сверху. В облаках Юпитера температура ниже минус 100 градусов Цельсия. Кристаллики водяного льда взаимодействуют с аммиаком, который действует как природный антифриз, позволяя жидкой воде существовать в верхнем облачном слое. По мере того, как капли сталкиваются с ледяными кристаллами, облака электризуются и вызывают гигантские грозовые разряды, бушующие по всей поверхности. Эта суперохлажденная смесь воды и аммиака в конце концов слипается в подобие слякотистых градин, которые падают вниз в более низкие слои атмосферы, где они тают в дождь, испаряются и затем поднимаются вверх, чтобы начать процесс заново. Эти струи горячего газа, которые поднимаются и подпитывают бушующие бури на поверхности, уходят глубоко внутрь атмосферы планеты. Это то, что мы видим в большом красном пятне. Оно не только имеет диаметр в тысячи километров, но и простирается вниз на сотни километров в область аммиачного дождя. Красное пятно возвышается выше всех прочих облаков на Юпитере, выступая над уровнем остальной атмосферы и поглощая больше ультрафиолетового света от Солнца, который затем вступает в реакцию с химическими соединениями в шторме и создает этот глубокий красный цвет. Представьте облако в 10 раз выше, чем вершина Эвереста, и в 10 раз глубже, чем океан. И даже это не передаст истинный масштаб красного пятна. Хотя этот внешний слой кажется впечатляющим, средняя глубина этих аммиачных и водяных облаков составляет всего около 50 километров. Опускаясь ниже облаков и углубляясь в нижние слои атмосферы Юпитера, температура начинает повышаться. Это тепло обусловлено давлением. Когда вы сжимаете молекулы, вы концентрируете их энергию, и давление создается гравитацией. Невероятная масса самой планеты тянет все это вещество вниз и сжимает его все плотнее и плотнее, пока не начинают происходить действительно странные явления. Чем глубже мы погружаемся в гравитационную яму Юпитера, тем больше накапливается тепло и давление. Это похоже на путешествие сквозь туман, который становится все гуще и гуще, пока в конце концов не превращается в жидкость. Только здесь туман. Это не вода, а водород. Водород – самый легкий элемент во Вселенной. И в экстремальной гравитационной среде, какой является внутренность Юпитера, он, Бузенарьемлии, единственное вещество, которое может здесь плавать. Все более тяжелые элементы уже опустились вниз к ядру планеты. При глубине примерно в тысячу километров под облачным слоем водородный газ завершает переход в жидкое состояние. И это ближайшее, что у нас есть к чему-то напоминающему поверхность Юпитера. Океан жидкого водорода – крупнейший океан в Солнечной системе. Итак, хотя гигантская планета может быть покрыта тонкой оболочкой газа, она определенно не состоит из газа полностью. Это жидкая планета. Но это гораздо более странная жидкость, чем все, что мы видели ранее. На Земле мы можем превратить водород в жидкость, резко охладив его. Атмосферное давление Земли понижает температуру кипения водорода примерно до минус 250 градусов Цельсия. Но на Юпитере происходит обратный эффект. Интенсивное давление повышает температуру кипения настолько, что водород может существовать как жидкость даже при температурах значительно выше 1000 градусов Цельсия. Этот океан имеет глубину около 20 000 километров, в 2000 раз глубже земного океана. И по мере того, как мы приближаемся к его дну, давление и температура, созданные гравитационной ямой, оказывают весьма странное воздействие. Под миллионами атмосфер давления Земли, при температуре около 10 000 градусов Цельсия, водород меняет свое состояние в нечто, называемое металлическим водородом. Это не означает, что он становится твердым, как сталь. Он остается жидким, но превращается в металлическую жидкость. Возможно, нечто похожее на ртуть внутри термометра. Самое большое изменение, происходящее в этой области, состоит в том, что металлический водород приобретает способность проводить электричество. Гравитация Юпитера сжимает вещество там настолько сильно, что электроны высвобождаются из атомов водорода и начинают свободно перемещаться по жидкости, что создает электрический ток. Эта жидкость из металлического водорода составляет большую часть внутренностей планеты. Ее толщина составляет примерно 40 000 километров, а внизу, под всем этим, лежит твердое ядро Юпитера. В некотором смысле. Ранее полагали, что в центре Юпитера находится компактный плотный объект размером с Землю, состоящий преимущественно из железа и горных пород. Это выглядело логично. Но новые исследования показывают, что ядро планеи намного более манлее, размытое. Переход между жидким металлом и твердым ядром не представляет собой четкой границы, а скорее представляет собой смешение. То есть два слоя частично перемешаны между собой. Это размытое ядро охватывает примерно половину радиуса планеты. И ученые теперь полагают, что это скорее большой плотный суп из жидкости, породы и металлов, все вместе перемешанное, без явной границы, где одно состояние вещества заканчивается, а другое начинается. Мы пока не уверены, является ли это уникальной особенностью Юпитера, или все газовые гиганты устроены аналогично. Мы гораздо меньше изучали Сатурн, поэтому не можем сказать, присутствует ли там та же самая ситуация, и потому это может быть вполне нормальным явлением для подобных планет. Считают, что если ядро Юпитера необычно, то это, вероятно, результат какого-то массивного столкновения, произошедшего в ранние дни Солнечной системы. Возможно, существовала скалистая планета в 10 раз больше Земли, которая где-то там плавала, пока не врезалась в Юпитер. Энергия от такого столкновения могла разнести и разведать твердое ядро, сделав его разреженным и размешанным. Это также могло бы помочь объяснить, как Юпитер сумел так вырасти. Теория столкновения звучит разумно, но это не значит, что она обязательно верна. В последнее время астрономы решили попытаться воссоздать это событие с помощью компьютерного моделирования. Они прогнали множество сценариев со столкновениями планет разного размера и состава с молодым Юпитером. И сначала они получали ожидаемый результат. Столкновение приводило к образованию размытых ядер. Но в каждой симуляции, которую они запускали, это размытое ядро относительно быстро оседало и затвердевало в четко определенный шар в центре планеты. Поэтому мы знаем, что у Юпитера есть это большое странное ядро, но мы не знаем, как оно там появилось и как долго будет существовать в таком виде. Несмотря на все, что мы узнали, у нас по-прежнему нет ясного ответа на вопрос о том, как вообще создается подобная планета. И именно это делает Юпитер таким удивительным. Он просто странный. Это гигантская тайна на небосводе, которая просит быть разгаданной. И мы без сомнения со временем придем к ответам.